Сегодня я хочу открыть вместе с вами книгу «Бытие», 17-я глава. Книга «Бытие», 17-я глава. И вот слова, сказанные Богу, сказанные Богом Аврааму. Прочитаем 17-ю главу книги «Бытие», 4-го стиха. «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владении вечное. И буду им Богом». Ветхий Завет показывает нам некие видимые образы, вот тех как бы невидимых духовных вещей, которые происходят с нами сегодня. И когда Господь говорит об обетованной земле, о ханаане, Бог не просто нашел такое хорошее географическое место для Израиля. В этом есть духовный смысл. Бог говорит, что я хочу быть вашим Богом, я хочу пребывать с вами, я хочу наполнять вас. И вот эта обетованная земля как раз и была местом, где Бог бы воцарился над своим народом. То есть посмотрите, обетованная земля это в чем-то является символом царства Божьего, где Он царствует. А люди живут в Его присутствии, в единении с Ним. И вот давайте с вами сейчас прочитаем, как же израильский народ вошел в эту обетованную землю. И вот посмотрите, в книге Иисуса Навина, в третьей главе, мы, смотрите, читаем с вами, вот прямо с 14 стиха можно читать. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег Завета пред народом, то лишь несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступал из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники, женесшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. И вот эта глава заканчивается, смотрите, четвертая глава с первого стиха. Когда весь народ перешел через Иордан, смотрите, это еще был не конец, Господь сказал Иисусу, возьми себе из народа 12 человек по одному человеку из колена, возьмите себе из народа 12 человек, да, и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно 12 камней, и перенесите их собою, и положите их на ночлег, где будете ночевать в эту ночь. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых по одному человеку из колена, и сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажите им в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом Завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда воды Иордана разделились. «Таким образом камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек». Вы знаете, я специально попросил, чтобы сегодня взяли мне материю, да? Можно, Миша? Выйдите сюда на сцену, и два брата тоже можете. Синего цвета, который бы символически представляла Иордан. Вот, один пускай здесь встанет, а один тут. Самому краю сынов встань, только не упади. Даже можешь спуститься, спустись вниз. И держи двумя руками, и ты двумя руками. Вода так не бывает. Ты когда не купался? Правильно. Ты плавал когда-нибудь в воде? Вот так сделай. Все, ты подними повыше. Вот смотрите. На тени. Все. Опусти. Вот там должны увидеть тебя. Голова не только волосы носить. Так никто не увидит. Ты еще подними вот так вот. Опусти. Ты подними. Все, видно, да? Вот смотрите. Вот символический Иордан. Река. И вот люди, вот возьмем, они шли по пустыне и подходят к реке. И вот там, за рекой, как раз и находится земля, о которой еще в свое время Бог говорил Аврааму. И мы сегодня об этом читали. Вот ханаанская земля, обетованная земля. Место, где Господь будет, в конце концов, царствовать там и пребывать со своим народом. Цель. И не просто земля на время. Земля, которую Бог обещал дать во владение какое? Вечное. Помните, да? Владение вечное. Вот они стоят. И вот эта река. Они ее перейдут и наступят. Они ее перейдут и вот совершится. У вас бывало в жизни такое, что вот какие-то события, словно граница, разделяющая твою жизнь, вот как будто после этой границы вот новый какой-то этап, новая часть, новые вещи начнутся. Бывало у вас такое, да? Да. Я помню, у меня бывали такие события. Например, в наше время вы давали паспорт не как сейчас, с 14, а с 16 лет. Помните, да? Давали паспорт с 16 лет. И я вот помню, когда торжественно вручали паспорт. И вот очень много говорили, что вот, вы получите паспорт, и вы станете гражданами. Много-много говорили. Я прямо аж трепетал от этого дня, думаю, когда же, в конце концов, я получу паспорт-то. И стану из такого недочеловека, настоящим человеком. Ну и вот помню, получил я паспорт, выдали, и я иду домой с этим паспортом, а у меня внутри какое-то ощущение, вроде бы паспорт появился, а нового не наступило ничего. Разбывало такое? Вот что-то вроде бы должно начаться. Ты же раньше был без паспорта, а сейчас с паспортом. А оно не началось. Паспорт появился, а ощущение, что все по-старому. Точно так же я помню, когда оканчивал школу, и выдавали диплом, аттестат о среднем образовании, думаешь, все, теперь я вот уже все, уже не школьник, у тебя вот есть этот аттестат, и вроде бы ты уже все, был школьником, должен был каждое утро ходить в школу, теперь не надо никуда ходить. Вроде бы все по-новому. Но внутри такое ощущение, что вот ты как бы чего-то ждал, ты все время ждал, все 10 лет ждал, когда тебя выпустят. А вот тебя выпустили, и вот того, чего ты ждал, как-то не произошло. Бывало у вас такое в жизни? У меня очень похожие вещи произошли, когда, я помню, в 80-е годы решил креститься. Тоже я решил креститься, и тогда у нас, в принципе, функционировала в основном только одна церковь, Ивановская, церковь в центре города. И я помню, мы креститься, и мы пошли с папой, я думаю, все, я крещусь, стану, наконец, христианином. И вот я так четко помню свое ощущение после крещения, когда я вот иду, и вот чувствую, что я вот, у меня сейчас на голове мокро, а было сухо. А что еще изменилось, я не знаю. То есть вот чего-то вот как бы ожидал, вот какого-то вот, что, ну, свет наполнит душу, и все будет по-другому. И вот мы, помнишь, шли с папой, мы говорим, как? Я говорю, хорошо, вот как бы говоришь, хорошо. А вот внутри какое-то разочарование. Вот потому что то, на что ты настраивался, словно не произошло. Точно так же, знаете, бывает, когда люди очень сильно ждут Нового года. Вот ты ждешь Новый год, и вот оно, вот уже подступаешь, 31 число, вон, и там 31 число, и там 1 января уже. И все следят, как вот эта стрелочка движется к 12 часам. Так-то обычно не следишь, смотришь уже, о, час ночи, надо спать, да? А тут следишь. Сидишь, следишь, и так, и обязательно нужно, вот как бы нельзя же это встретить как-то вот неправильно. Надо это правильно встретить. Если ты неправильно встретишь, то вот как-то не так все будет. Ведь как встретишь Новый год, так, говорят, ты проведешь, и поэтому нужно его хорошо встретить. И ты так уже подготовил, все самое лучшее, там, у людей на столах, и вот все собрались, дорогие для тебя близкие люди, и думаешь, все, сейчас Новый год, Новый год. И вот 12 там поздравляются друг с другом, там за окошком фейерверти летают, шумят, там кто-то ура кричит, соседи за стенкой, видишь, вообще весело очень. И ты думаешь, вот оно наступило, все, все, Новый год. И особенно вот интересно, когда 1 января, а я в последние Новые года не поздно ложусь спать, поэтому утром 1 января я уже на ногах. И вы знаете, какое наслаждение 1 января с утра проехаться по городу. Пустой город, никого нет. И вот ты думаешь, вот это 1 января, и пытаешься как-то в воздухе ощутить отличие вот этого 1 января от предыдущего 31 декабря, потому что это же уже другой год. И едешь ты, едешь по городу, и такое чувство, что вроде уже Новый год, а все как будто по-старому. У вас было такое? Вот как-то вот ожидание есть? Конечно же, особенное сильное ожидание было. Это, конечно, уже молодежи не совсем понятно. Но вы помните, вот те, кто постарше, какое сильное у нас с вами было ожидание 1 января 2000 года. Помните? Как все ждали. Разговоров было. О конце света разговаривали не только христиане, все говорили о конце света. Там говорили, что что-то компьютеры перестанут работать, будет коллапс какой-то, все финансы остановятся, банки перестанут работать, морковка перестанет расти, репка из земли не будет вылазить. Все должно остановиться, люди должны голодать. Там кто-то запасы себе строил, кто-то там себе пшеницу там какие-то закупал, гречу закупал, еще какие-то крупы закупал. Вот. Все готовились, что-то должно, что-то такое должно произойти. И вот у нас 31 января 1999 года, да, и вот-вот, 12 часов, и мы с вами переходим в 2000 год. Компьютеры работают, репка растет, в магазинах нормально все, кредитные карточки принимают. Я не знаю, как вы, я пережил разочарование. Потому что я помню, я все детство высчитывал, а сколько мне будет лет в 2000 году. Я не один такой был. Мы все себе считали, сколько нам будет лет в 2000 году. И вот он наступил, и количество лет, которые ты там себе высчитывал, тоже наступило. А все как будто по-старому. И потом срочно в новостях появились какие-то новые известия, что говорят, ну, 2000 год наступил, а 21 век еще не наступил, потому что он наступает в 2001 году. Помните, говорили, да? А что вы хотите? Это же еще конец 20 века. А 21 век наступает не 1 января 2000 года, а 1 января 2001 года. И там как-то все показывали, высчитывали, почему. Я так и не понял, почему, но поверил. Потому что 1 января 2000 года ничего не произошло. И мы тогда стали ждать 1 января 2001 года, но уже, честно сказать, ждали уже с меньшим энтузиазмом. Ну и тоже ничего не произошло. Ну не так обидно было, не так ждали. Вот. И вот есть такие вещи, которые вот ты убежден. Вот это как бы один из иорданов твоей жизни. Вот после этого жизнь уже не может быть другой. Как очень часто на собрании какой-нибудь проповедник так вдохновлен, вдохновлен тем, что он проповедует. И он так любит. Вот есть такое клише. У проповедников есть клише. И одно из клише. После этого собрания твоя жизнь не будет прежней. Слышали такое клише? Ну ты идешь и точно так же живешь, как раньше. Ничего не поменялось. Ну на собрании, конечно, это может быть так звучало бурно, и все радовались. Не будет, не будет. А потом смотришь, все то же самое. И ничего не поменялось. Ничего не изменилось. И вот когда я читал... Можете пока положить реку, да? Присядьте, потом опять позову. И вот когда я читал, послушайте. Эту историю я вспомнил о другом переходе. О другом переходе. О переходе через Черное море. И в чем-то эти истории похожи. Участник был израильский народ. И точно так же было чудо. Причем Черное море там вообще было чудо. Там просто через воду был такой коридор сделан. Бог словно остановил воду с двух сторон. На Иордане тоже Господь остановил воду. И они могли перейти посоху через реку. То есть в чем-то похожи были. Однако вот эти истории отличались. Почему? Потому что после Черного моря обетованной земли не наступило. Да, они освободились от рабства. Да, они отправились все в путешествие. Но вот той обетованной земли, о которой было обещано еще Аврааму и потомкам Авраама, вот этой земли после Черного моря не наступило. А после Иордана они вошли в обетованную землю. В чем же разница при общем внешнем сходстве этих двух историй? В чем же разница? Вы знаете, я увидел разницу в трех основных вещах. Самая первая разница. Книга Иисуса Нави начинается с таких слов. Со слов Господа. Моисей, раб мой, умер. Помните? Моисей, безусловно, был величайшим лидером израильского народа. При всей любви к Иисусу Навину к этому юноше, который был так послушан, не отлучался от палатки. Ну просто был такой молодец. И военачальник был отличный. Но все-таки личность Моисея – это Моисея. Моисей. Сколько чудес было при Моисее. Сколько там происходило всего при Моисее. На горе был Моисей. С Богом общался Моисей. Заповеди получил Моисей. Откровение о скинии было дано Моисею. При нем была создана и сама скиния, и святое святых, и золотой ковчег. Это все было при Моисее. Почему я вам хочу показать вот эту разницу? В последнее время мы часто говорим в церкви о личном переживании, о личном познании Господа. И невольно внутри есть такое ожидание. Ожидание, что где же вот та грань, когда то, о чем мы слышим, звучит со сцены. Вот то, что мы говорим о молитвах созерцания, о переживании Господа, о духовном поиске. Чтобы это, ну, не у кого-то там, не у какого-то лидера или у пастора, чтобы это у меня стало реальностью. Когда же я вот перейду этот Иордан и смогу оказаться вот на этой обетованной земле. Не просто как перешли Черное море и оказались в пустыне, а именно в обетованной земле, когда вот то, что мы слышим, станет реальностью для меня и для моей жизни. Поэтому я думаю, вот отличия важны. После Черного моря, да, было чудо, но потом была пустыня. И люди во многом и там остались прежними. Внутри, освободившись от внешнего рабства, внутри продолжали вести себя как рабы. А перейдя Иордан, они реально вошли в землю, которую Господь им обещал. Так вот, самое первое, драгоценное. Есть вещи, которые вначале приносят нам благословение. Но если мы не оставим их со временем, то то, что нас благословляло, начинает нас тормозить. Например, хорошо идти в школу с первого класса, когда ты еще не умеешь ни читать, ни писать, ни считать, и там тебя всему учат. Правда же, да? Тебе учат алфавит, у тебя учат таблицы умножения. Это так много тебе дало, и ты так вдохновленный, думаешь, ой, как здорово, как прекрасно. А не пойти ли мне еще раз в первый класс? А потом и еще раз, и еще раз, и еще раз. Если ты уже раз пять сидишь в первом классе, то на тебя можно смотреть только с сожалением. Потому что это уже тебе не помогает. Таблица умножения важна, но ты уже должен быть в пятом классе, и уже должен там уравнение решать, а ты все еще сидишь с таблицей умножения. То, что для тебя было шагом вперед когда-то, сейчас для тебя тормоз. Понимаете? Когда мы приходим в церковь, конечно же, как бы мы ни говорили, смотри на Иисуса, ищи Иисуса, ищи Царство Божье, но во многом мы смотрим на людей. И в христианстве немало хороших, сильных служителей, красноречивых проповедников, чьи жизни являются для нас примерами. Конечно, не все известные жизни, жизни известных проповедников являются примерами, но тем не менее, многие примеры. и люди начинают копировать. Я сам помню, когда начал проповедовать, я смотрел там проповеди Джимми Свагерта, еще других каких-то великих проповедников и старался их копировать. Мне особенно очень сильно нравилось, вы знаете, Джимми Свагерт, он никогда не проповедовал в кафедре, он проповедовал с пюпитером всегда. И у него такой стоял пюпитер, и Джимми Свагерт, он говорил с Библией, вот он так любил говорить с Библией, а потом он брал Библию, бросал, и у него Библия всегда вот так вот падала на пипитр. И ложилась. Я помню, я специально тренировался, бросал Библию, чтобы она у меня на пипитр была, но у меня не получалось. Вот как сейчас. Мимо. Ну, как бы некрасиво, да? А вот, знаешь, пропадешь, пропадешь, потом раз, и Библия там лежит. Красота. И люди думают, о, Бог с ним, даже Библия не падает. А это что? И я помню, я старался ему подражать. Почему? Ну, потому что мне очень нравились его проповеди. Мне нравилось, как он машет руками, когда проповедует. Очень нравилось. Я хотел быть, как он. Я подражал. И вначале это нормально. Ты видишь лидеров, ты видишь служителей, пастора церкви. Но со временем все-таки все твое внимание и акцент должен переместиться на того, кого ты не видишь, но чье присутствие, тем не менее, более реально, чем присутствие всех пасторов и проповедников. А люди часто, как, знаете, как вот Нихуштан, медный змей, которого Бог повелел сотворить для Израиля, приносил им исцеление. Через некоторое время люди стали этому змею кодить и сделали из него идола. И тогда вместо исцеления и благословения то же самое стало принести им смерть и болезни и проклятия. Помните? Вот точно так же происходит. Одно дело, когда есть в церкви служители, лидеры, на которых можно смотреть и ориентироваться, и учиться, и это здорово. Но когда со временем из проповедников, из лидеров сделают великих, великих, то вместо благословения это начинает тормозить тебя, пока Моисей не умрет, пока вот эти великие не исчезнут, ты не сможешь соединиться с тем, в кого ты веришь, с Иисусом Христом. Слава Богу за учителей, слава Богу за лидеров, слава Богу за пасторов, но все-таки мы пришли сюда прежде всего к Нему. Вы понимаете? К Нему. Иисус Навин, он этим отличался, он был хорошим лидером, но он был не Моисеем, вот не таким великим чудотворцем. Вот в этом было очень важное отличие перехода Иордана от перехода через Черное море. Не было уже с ними Моисея. И хотя, конечно же, Иисус Навин вызывал у них у всех уважение, но все-таки, вы знаете, когда исчезает тот, на кого так сильно уповаешь, и твое сердце вынуждено искать Бога, который бы вел тебя и благословлял тебя и защищал тебя. Второе отличие между переходом через Черное море и переходом через Иордан. Бог дал нам память, но память может быть для нас либо благословением, либо точно так же проклятием. Одно дело, когда ты помнишь прошлое, берешь из него какие-то уроки, учитываешь ошибки и идешь дальше. А другое дело, когда люди становятся привязанными к прошлому. и это прошлое не только не обогащает их, а наоборот, оно словно сдерживает их. Когда израильский народ перешел через Черное море, то выйдя из Египта, они продолжили жить Египтом, и когда у них наступали какие-то маломальские трудности, они всегда вспоминали огурцы, лук, репчатый лук и чеснок. Они всегда роптали, ой, зачем мы вышли из Египта, там вот мы ели в сытости, и у нас были огурцы, лук и чеснок, и вот мы там кушали, и у нас сейчас, как в фильме «Джентльмены удачи», говорят, а в тюрьме сейчас ужин, а здесь в пустыне в тюрьме сейчас ужин, ну и что, что тюрьма, ну что-то кушаем, а здесь свободные, но голодные, зачем нам такая свобода, если мы умираем с голоду? И они все время возвращались к прошлому, все время возвращались к прошлому, все время возвращались к прошлому. Здесь же была другая история, Бог не говорил, все, амнезия, забыл, ничего не помнишь, нет, память есть, но они не возвращались в прошлое, они взяли из Иордана вот эти 12 камней по числу колен, и они понесли, то есть они взяли лучше, для чего? Чтобы когда дети спросят их, а что это за камни, вы бы им рассказали о том, как Господь провел вас через воды Иордана. мы не должны забывать прошлое, но мы не должны жить прошлым, поколение Моисея жило в прошлых вещах, и поэтому они не ценили то, что происходило в их жизни сегодня, сейчас, маломальские трудности тут же вызывали у них ропот и недовольство, они вспоминали старые вещи, к сожалению, подобное происходит в церкви, времена меняются, древняя поговорка времена меняются, мы меняемся вместе с ними, время меняется, формы меняются, не нужно оставаться в прошлом, некоторые люди они продолжают жить в прошлом, а вот раньше любили, так любили, а вот раньше молились, так молились, а вот раньше проповедовали, так проповедовали, а вот сейчас все как-то вот не так, все как-то вот не так, вот по-другому все, ну конечно же по-другому, времена меняются, меняйся вместе с ними, не оставайся там, во вчерашнем дне, Не вспоминай там эти огурцы и лук и чеснок. Ну, мне было вкусно. Ну, слава Богу, было вкусно. Но здесь Бог приготовил для тебя другую пищу. Живи тем, что Бог сегодня делает. Что же, я должен вообще ничего не помнить? Должен помнить. Ну, возьми вот эти лучшие уроки с собой, чтобы ты мог потом рассказать своим детям, как Бог благословил тебя. Это совсем другая память. Это память не проклинающая твое настоящее, а обогащающая и благословляющая твое настоящее. Есть много удивительных событий. Мы прошли, у нас вот в этом году, мы посчитали зимой следующий, у нас будет 25 лет нашей церкви. Сколько всего было за это время? Вот с конца 91-го, начала 92-го года. Сколько всего происходило? Сколько благословенных конференций, собраний? Переживаний было у нас. Интересное время, библейские школы, поездки, палаточные служения. Сколько всего? Думаю, сделаем такие особенные, может, конференцию, посвященную этому юбилею, и вспомним, через что мы прошли. Но в то же самое время я не хочу туда возвращаться. Мне намного больше нравится вот сейчас. Я рад, что я живу сейчас, потому что в другом жить невозможно. Нельзя жить во вчера, это иллюзия. Нельзя жить в завтра, это еще одна иллюзия. А мы либо в прошлом, либо в будущем, либо что-то вспоминаем, либо о чем-то мечтаем. А вот сейчас, что тебя не устраивает, что ли? Ну, сейчас кризис, ну, сейчас. Какой кризис? Нормальный, живешь. Посмотри на ближнего, сыт, одет и умыт. Все хорошо. Да, возьми какие-то вещи, да, мы учитываем. Вот мы собираемся там, разобрали молодежную конференцию. Для чего? Для чего мы берем камни вот из прошедшей молодежной конференции? Чтобы в следующем году молодежная конференция была еще благословений, правильно? Вот для этого. Ну, мне должно быть... А вот помните, у нас молодежные конференции были еще на Селькоровской. Вот это были молодежные конференции. Так молодежные конференции. Мне тогда было... У нас когда... Какая у нас по счету молодежная конференция-то уже? Седьмая, да, получается у нас сколько? В 2009 году у нас первая или в 2008? А? В девятом. Но это какая у нас конференция? Седьмая. Если сейчас седьмая, а год шестнадцатый, из шестнадцати... Миша правильно говорит. Все, это мне в первый класс, не ему. Все. Да, в 2010-м. Молодец. Видите, какой пастор. Я вот важный, но всегда перед правдой смиряюсь. Не стою до конца. Вижу, не прав. Каюсь, изменяюсь и иду вперед. Вот, в 2010-м году. И вот ты вспоминаешь. Вот в 2010-м году, семь лет назад почти, вот у нас была конференция, конференция. Мне было 20 лет. Я так прыгал. А сейчас что такое? Мне уже под 30. Уже не прыгается так? Есть люди, вспоминают эти все вещи. Это, знаете, словно вот... Какие-то магниты, которые тянут тебя назад, назад, назад. И когда ты встречаешь проблемы в настоящем, вместо того, чтобы, обогатившись прошлыми победами, решать, посмотреть в глаза своему страху, посмотреть в глаза свои проблемы. Сегодня очень многие, к сожалению, даже братья, мужчины, боятся смотреть в глаза проблемы. Лучше убежать и спрятаться. Где? В прошлом. Это же иллюзия. А вот было время, и не было ничего этих проблем. И я вот там жил. И огурцы, и лук, и чеснок были. Я благодарен Богу за каждый прожитый год. Но нельзя там жить. Нельзя там оставаться. Возьми с собой лучше. Возьми эти камни, чтобы рассказать детям, рассказать окружающим, как Бог благословлял тебя. Но радуйся тому, что ты сегодня в обетованной земле, а не там где-то в пустыне. Понимаете? И третье. Наверное, одно из самых основных отличий. Обратите внимание. Вот четвертая глава книги Иисуса Навина, 18 стих. И когда священники, несшие ковчег, завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног и вступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. Разница, наверное, самая такая главная, самая очевидная. Когда поколение Моисея переходило через Черманное море, у них тогда еще не было скинии, и поэтому у них не было с собой ковчега. Здесь же они несли ковчег. И священники вначале вошли в воды Иордана и встали, и тогда вода остановилась, и народ стал проходить по суху. И когда все перешли и взяли камни, 12 камней, в память, тогда и священники, несшие ковчег, перешли, и Иордан снова начал течь. Сама по себе скиния была удивительно устроена. У нас нет, конечно, времени, чтобы разбирать подробно. У меня целое учение на библейских курсах про скинию Ветхого Завета. Но вот в этой скинии святилище святое святых символизирует наш дух, наше сердце. И ковчег – это было именно присутствие Господа. В самом святом, во святом святых. Если мы сравним два перехода, один с ковчегом, другой без ковчега. Черное море и Иордан. Черное море – это был переход просто внешний, когда у людей что-то меняется. Внешнее меняется. Вот как мы говорили, вот мы ждем, вот наступает Новый год, должно быть лучше. Почему? Ну внешне все по-другому. Ну, был Египет, стала пустыня. Был 2015, стал 2016. Потом 2017. И вот так дальше. Или день рождения. Вот мое день рождения. Я вот ожидаю. У меня вот было столько-то, 44. Должно наступить 45. Все будет по-другому. То есть мы привязываемся к каким-то внешним событиям. И порой мы ожидаем, что изменения во внешнем нас поменяют. Поменяют. Не случайно я вот вначале перечислил вот наши ожидания, которые заканчиваются разочарованиями, потому что реальность оказывается не такой, как мы ожидаем. И вот ты выходишь 1 января, а все тоже. И воздух тот же, и дома такие же, и солнышко не ярче светит. И трава не появилась, снег везде. Понимаете? Мы привязываемся к внешним вещам. Настоящие изменения. Они не происходят из-за смены года, из-за смены возраста. Не случайно же говорят, что когда приходит возраст, не обязательно приходит мудрость. Хотя ты ждешь. Из-за того, что тебе стало 45, а не 44, еще ничего не изменилось. Ну да, ну по-другому. Ну больше прожил. Ну да. А ты что думаешь? Вот внешне-то поменялось. Другой год, другой месяц, другое количество лет. И все должно измениться. И мы как христиане часто тоже привязываемся к каким-то событиям. Вот эта конференция особенно, или вот эти служения, или вот такой к нам проповедник придет. Мы ожидаем, кто-то приедет, какой-то пророк приедет, апостол великий приедет, целитель великий приедет. Моисей в конце концов придет. Что-то начнет как-то вот меняться вот у нас. Ну должно, что же мы так ждем же мы этого. И потом это приходит, и ты как-то настроен, 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 а потом ба-бах, и разочаровываешься. То, что ожидал, не случается. Потому что настоящий переход в обетованную землю невозможен без этого ковчега. Это некое внутреннее движение прежде всего. Вот моя семья знает, что я не очень люблю смотреть современные фильмы. И не только потому, что там такие сцены откровенные, вот раньше таких не было, а сейчас пошлости много. Не только поэтому. И не только потому, что вот сейчас крови много, там убийств много. Раньше как-то этого не было. Да, но не это главное. Вы знаете, когда я смотрю современные фильмы, я вижу много мелькания. Сейчас должно быть все эпически. Армии идут, большие батальные сцены. Должны миллионы вкладываться. Вот какие-то, знаете, изменения, там какой-то беготня. Вот он должен там чего-то достичь. Он весь фильм бегает, бегает все два часа и потом с трудом, но получает. Мне неинтересно смотреть просто на какие-то внешние действия. Вот что-то там происходит внешне. Вот что-то там вот там. Вот и что? Ну и что? Что он родственник, что я радовался? Ну не победил он или победил. Ну и что? Мне нравятся фильмы, где по словам моей семьи, ничего не происходит весь в семье. Даже некоторые фильмы, где почти никто ничего не говорит. Но вот за этим, кажется, внешним бездействием, внутри я вижу настоящие движения и изменения. Я вижу, как порой люди через что-то проходят внутри. И это их меняет, это их преобразует. Вот такие фильмы мне интересны, где весь акцент построен на то, что вот тут. А не то, что вовне. Я не говорю, что внешняя жизнь не важна. Она важна. Но если внешние изменения происходят без внутреннего, это ничего тебе не дает. Поэтому нередко, когда у людей что-то меняется, вот у них не было, а теперь есть. Вот не было машины, а теперь своя машина. И ты думаешь, вот я должен сейчас быть таким мега счастливым. Я на своей машине. Через некоторое время радость от покупки уходит. И ты видишь, ты счастливее не стал. Или ты думаешь, вот у нас двухкомнатная квартира, и нам очень тесно, и у нас большая семья. А вот когда мы переедем в трехкомнатную квартиру, и у детей будут свои комнаты, и у нас будут свои комнаты, и как-то мы заживем счастливее, и будет любви и мира больше. И потом вы переезжаете из двухкомнатной в трехкомнатную, и еще больше ссоритесь. Ты как бы ожидаешь, что внешние изменения что-то радикально произведут. И ты разочарован. Потому что настоящие изменения, изменения, после которых начинается обетованная земля, это те изменения, где участвует ковчег завета. Вся твоя внутренняя сущность. И что интересно, вот эти внутренние изменения порой могут происходить без видимых внешних преодолений. Вроде бы для окружающих даже, ну, нечего сказать. А что было? Да ничего не было. Но внутри ты понимаешь все иное. Все самые главные события, которые потрясли меня, вы знаете, я не знаю, как о них рассказывать, потому что все, что происходило, оно было не столько вокруг меня, сколько внутри меня. Вот бывает интересный фильм, а бывает вот фильм, вот бывает вот такое кино, которое ты знаешь, оно что-то произвело внутри тебя. Это невидимо, но ты понимаешь, что ты уже другой человек. Смотрели подобные фильмы, да? Причем, знаете, что интересно, когда я порой такие фильмы рекомендую своим знакомым, они часто не понимают, говорят, Виктор, что ты в этом фильме нашел? Вроде бы там, ну, не ярко как-то, не самые богатые, многобюджетные, дорогие блокбастеры, но они что-то поменяли внутри меня. Как вот это им объяснить, что что-то внутри стало другим? Или происходит с книгой, когда ты вдруг какую-то книгу прочитаешь, есть интересные книги, есть популярные книги, есть бестселлеры, да? А вот есть такие книги, вот ты взял, и ты вдруг чувствуешь, да ты уже никогда не будешь прежним. Как будто это не просто книга или автор, Бог через что-то провел тебя. Бывало у вас такое? И потом ты эту книгу даешь другим, они говорят, да, хорошая книга, но у них такого не происходит, потому что для тебя это был Иордан. Ты прошел с ковчегом, а для них это было Черное море. Они прочитали просто внешне, информацию получили, но информация это мало, что-то внутри должно меняться, вы понимаете? Точно так же они говорят, пастор, а вот как так, вот ты рассказываешь про переживания с Господом, ну, как это делать? Я начинаю рассказывать, как я там уезжал один там на 10 дней, и просто был без всего, без книг, без интернета, без телефона, без компьютера, просто один-один с Богом. Все, что у меня было, у меня даже записи не брал с собой, чтобы там не писать чего-то, не откровения получать для будущих, грядущих собраний. Библия была и все. И говорят, ну и что там у тебя было? А я просто пребывал, и что ты делал? Молчал. Вообще ничего не говорил? Вообще ничего не говорил. А чего делал? Просто ходил. Молился, да, сидел, молился. Ничего не говорил? Ничего не говорил. А что было-то? Да ничего не было. Вот так вот посмотрим, а что было? Ну а что было? Вот, пастор, ты нас зовешь на этот великий выезд, созерцание. А что там будет? Великие проповедники? Нет, не приедут. Великие какие-то там пророки? Нет, не будет. А почему мы там должны измениться? Что мы там будем делать? Молчать. И все. Я, конечно, знаю, что для некоторых это уже великий подвиг. Ну, в принципе, в этом нет ничего особенного. Молчать и все. Ну, будем просто ходить. Кушать будем. В меру. Без ужина. И все. Собраний будет много? Нет. Вечером будет просто небольшая беседа со мной. И все. Да. А все остальное время. Просто будем. Но я вам скажу, если вы возьмете свое сердце, вот этот ковчег завета, и войдете в эти воды, то для вас может все ваше христианство поделиться до и после. Ни Новый Год. Ни Великая Конференция. Ни приезд знаменитого пророка. Просто. С обычным Иисусом Навином, с нашим пастором. Просто. Мы пойдем. А в чем отличие? С нами будет ковчег завета. Вот оно где происходит. Мы так много уделяем времени внешним вещам. А там все, что будет происходить внутри. Когда ты вдруг осознаешь такую вещь. Почему я в последнее время так часто цитирую слова из псалмов? Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Бездна бездну призывает. Либо мы читали, океан призывает. Безграничность безграничность. Потому что одно дело это прочесть. Ну что прочел? Ну понял. Ну что тут не понять? Бездна бездну призывает. Ну призывает. Зовут друг друга. А когда ты это переживешь, когда ты вдруг почувствуешь, знаете, безграничность вокруг тебя, вот в этом макромире, безграничность, как люди мечтают, там звезды, галактики, безграничность. И вдруг ты помимо этой внешней безграничности найдешь безграничность внутри себя, в так называемом микромире, что там, внутрь, тоже нет конца безграничность. И вот эта безграничность вокруг тебя и безграничность внутри тебя, ты находишься в точке их пересечения. Вот она, твоя жизнь. И ты словно между этими двумя безднами Духа Божьего и своего Духа, бездна вокруг тебя, бездна внутри тебя. Ты посередине этого и небеса здесь. И после ты вдруг четко ощущаешь, ты уже на другой стороне. Ты не можешь молиться, как раньше, проповедовать, как раньше, жить, как раньше. Ты другой человек. Другой человек. И закончить я хочу словами из Евангелия, из Евангелия от Луки 12 главы. Итак, 29 стих. Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том. На этом молитва за нужды заканчивается. 31 стих. Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам. именно к этому внутреннему поиску Иисус нас направляет. Ищите Царство Божье. В другой главе этого же Евангелия от Луки он и говорит, где же его искать? Царство Божье внутри вас есть. Внутри вас есть. То есть, это некое движение, которое порой даже трудно обозначит видимо. Оно может произойти в любом месте, в самолете, дома, хоть где. Внешние изменения здесь не играют принципиального значения. Все движение внутри. Когда ковчег завета идет. Не просто люди с хорошими желаниями, как через Черное море. Не просто внешнее передвижение. А вот когда святое святых, оно начинает словно перемещаться, двигаться. двигаться. И когда вот представьте себе, вот перешли Иордан. Вот люди перешли Иордан. Пустыня закончилась. Иордан наступил. И опять-таки что такое? Воздух другой. Да нет, такой же, как и там. Растения такие же, как и там. Вот что тут, что там. Все вроде бы то же самое. Почему порой верующие не понимают, что такое поиск Царства Божьего. Мы ищем, как будто потеряли лишь какую-то вещь. Кошелек. Телефон. Вот надо найти чего-то. О, нашел все. Вот, нашел Царство Божие. Но Царство это не вещь. Это пространство. Это страна. Это когда вот ты, предположим, прилетаешь из-за границы к себе домой, в Россию. И воздух такой же, и солнышко такое же, и облака такие же. И вроде бы, вот и земля такая же твердая, не мягче. Да? Ну, ты понимаешь, это другая территория, на которой действуют другие законы, другие порядки. Это как вот рассказывали, когда вот путешествуют по Америке, да? Там ведь в разных штатах разные законы. И бывает за одно и то же какое-то действие в разных штатах совсем разное наказание. Чуть-чуть пересек границу, все по-другому. Тот же воздух, та же земля, то же солнце, а законы другие. Почему? Другая территория. Вот точно так же и с Тарством Божьим. Порой в видимом мире никаких изменений. А что изменилось? Ты что стал? У тебя вокруг головы ним появился? Нет. А что такое? Воздух слаще? Да нет. Ну, в чем разница? Вот ты пересек Иордан, ну, что там земля, тут земля, тут воздух, там воздух. Ну, в чем разница-то? Другая территория, здесь другие законы, здесь все словно иное. Это нельзя тебе предъявить. Ты это внутренне переживаешь. И ты понимаешь, что ты другой человек. Человек обетованной земли. Человек внутренней духовной реальности. И ты знаешь, я желаю каждому из нас и всей нашей церкви вот побольше таких Иорданов, внутренних пересечений, преобразований. не просто 25 лет, а мы неизменны, ничуть не поменялись. Упаси Божия. Мы поменялись. Почему? Мы растем. Я не хотел бы, чтобы... Знаете, я очень люблю своего сына, ему два года, но я не хочу, чтобы он в 25 лет был точно такой же. Мне же не хочу, чтобы он изменялся. точно так же и мы. Мы движемся, мы растем. И если, когда мы говорим о человеке, это видимое тело, то мы, церковь, тело, невидимое. Но точно так же, как мы движемся, растем и развиваемся, когда мы переходим через Иордан. И вот эти три урока отличия пересечения Иордана от пересечения Черного моря. Как войти в обетованную землю, а не просто в пустыню? Все внимание у тебя должно быть сконцентрировано на Господе. Слава Богу, за служителей, за проповедников, за пасторов, за пророков, за помазанников Божьих. Но чем больше в церкви будут возвеличивать служителей, тем больше мы будем наблюдать всевозможных падений. Он тот, на ком мы должны быть сконцентрированы. Это не просто должны быть такие красивые слова. Это должно быть нашей с тобой реальностью. Я сам пастор. Я не собираюсь уничижать свое служение. Но я понимаю всю свою ограниченность. Бог дал мне определенные вещи, которые я должен делать. Я не могу делать больше. Если я буду говорить, что я делаю больше, я буду врать. Иордан это то, тарик, которую каждый из нас должен лично пройти. Понимаете, весь народ, не только священники, не только лидеры, каждый из нас должен пройти. Поэтому не делай никогда идолов из великих церкви, из служителей. Да, подражай до определенного момента, как Иисус Навин до определенного момента подражал Моисею, как Тимофей до определенного момента подражал апостолу Павлу, но наступает время, когда он должен быть твоим вождем и никто другой. Понимаете? пастор заботится о церкви, но ты отвечаешь за твои встречи с царем, царей, Господом господствующим. Я лишь могу тебя побуждать, я не могу за тебя встречаться. Второй урок не жить прошлым, а взять лучшее из прошлого, научиться из прошлого и пойти дальше, а не жить постоянно оборачиваясь, как жена лота, огурцы, лук и чеснок. Однажды обернешься и уже никогда не вернешься на путь. Это очень важные вещи. И третье, не ожидай, что изменения наступят, там, стукнет тебе 30 лет или 40 лет или 50 лет и вот тогда что-то произойдет. Ничего не произойдет. Должно быть не просто внешнее движение из года в год или от события к событию или от конференции к конференции, должно быть внутреннее движение святого святых с ковчегом завета внутреннее продвижение. И оно может произойти среди самых незаметных будней, день, который ничем не отличается от вчерашнего, ничего в нем нет особенного, ни 12-12-12, ни какой-то великий, знаете, нумерологический великий денек, обычный день, будний. Но в этот день у тебя может жизнь поделиться на до и на после. И ты даже никому толком объяснить это не сможешь. В чем разница-то? Потому что это все было внутри тебя. Невозможно найти слов, чтобы это передать. но для тебя это будет самой великой реальностью, потому что ты будешь ощущать. Мои ноги теперь стоят на земле обетованной, на земле, где Бог обещал быть с нами, вести нас, землю, которую Он для нас приготовил. Редактор субтитров Корректор А.Егорова